Века Дон на протяжении веков и тысячелетий служила естественным барьером, который ограничивал распространение разных народов, обитавших на его берегах. В наше время, впрочем, важность Дона ничуть не уменьшилась, просто теперь он используется в качестве транспортной артерии и источника воды для миллионов людей. Средняя скорость течения Дона составляет всего 3 км в час. Поэтому его и прозвали Тихим еще в стародавние времена. В мире есть и другие реки с тем же названием, причем две из них находятся в Великобритании. В водах реки Дон встречаются рыбы 67 видов, и некоторые из них включены в Красную книгу России. Река Дон упоминается еще в слове о полку Игореве. Это первое ее письменное упоминание, обнаруженное историками. Во времена Петра I российский флот быстро вырос и превратился в грозную силу, успешно противостоявшую Османской империи. Большая часть деревьев для постройки судов тогда вырубалась на берегах Дона. Средний уклон реки Дон не превышает 0,1 градуса. Расстояние по вертикали от его истока до устья составляет всего 180 метров. Площадь Дельты Дона примерно равна площади Омска. При этом площадь всего его водосборного бассейна превышает 440 тысяч квадратных километров, что больше площади многих стран. На этой реке есть 8 крупных островов. На берегах Дона находятся два десятка городов, из которых два входят в список миллионников. Это Ростов-на-Дону и Воронеж. Дон судоходен на протяжении 75% длины. Половодье на реке Дон бывает очень разрушительным. Уровень воды весной местами может подниматься на 10-12 метров, а то и больше. Дон получает около 70% воды благодаря весеннему таянию снега. У реки Дон множество притоков, причем пять из них называются Донец. 5-6 веков назад Русь торговала с Византией, используя именно эту реку в качестве основного торгового пути. Судя по археологическим находкам вроде каменных топоров, еще десятки тысяч лет назад на берегах Дона обитали первобытные люди. Азовское море, в которое впадает Дон, намного моложе этой реки. Когда Азовского моря еще не существовало, она впадала в другое море, Черное. Эта река была отлично известна древним грекам. Около двух тысячелетий назад в его устье стоял возведенный ими город Танаис. Слово «Дон» в языке скифов и сарматов означало попросту река. Река Дон является лишь 66-й по протяженности в мире, зато пятый среди всех рек Европы. Его длина достигает 1870 километров. Еще несколько веков назад на его берегах водились дикие лошади, но из-за активного расселения людей вокруг Дона эти животные здесь постепенно исчезли. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.